МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я не знала, что мне делать. Я взяла ребенка на руки, выбежала из кабинета, бежала по коридору и все время плакала, не знала, что мне делать. Врачи сказали, что лечение, скорее всего, не даст положительного результата и придется оперировать ребенка. Но как такая кроха перенесет операцию на голове? Никто из врачей не гарантировал хорошего исхода. Нам прописали это лечение. Я вышла из больницы, мне просто жить не хотелось. Я не хотела никого видеть, ничего слышать. Я только шла и плакала, прижимала к себе ребенка своего. А было что-то необычное в состоянии здоровья ребенка, что вас беспокоило бы? Нет. Ну, ребенок, он у нас, я же говорю, он срыгивал, он не спал ночью. Ну, мне говорили, что сейчас такая экология, детки почти все бросают в грудь, не переживай, просто молоко у тебя плохое, пробуй его смесями кормить. Я его начала кормить. Первое время вроде бы как ничего, но потом это все усиливалось. И эти срыгивания были все больше и больше. Прям вот когда я его покормлю, он постоянно это все вырывал. Олеся, а в тот момент вы верили в Бога? Нет. Мы еще не были верующими. Можно так сказать, что болезнь ребенка нас привела к Господу. Вот. Я не знаю, если бы ребенок не заболел, может быть, я и до сих пор бы не пришла. Вот. Мы тогда просто надеялись на лечение, на таблетки и все. А о Боге я тогда, можно сказать, даже не думала. Когда наступил переломный момент? Ну, когда мы прошли первый курс лечения, нам ничего не помогло. Киста уменьшилась только на один миллиметр. И то врачи говорили, что это не сильно хорошо, она должна была уже уменьшаться и уменьшаться, но ничего не помогало. Второй курс нам прописали. Потом еще сделали одну УЗИ всего организма, там еще кучу болезней ему приписали. Мы опять же пролечились, нам опять же ничего не помогало. Вот. И когда я с ребенком когда-то в один прекрасный день вышла на улицу, гуляла по Новомосковску, и стояли верующие люди и раздавали флайера на служение в Ледовый дворец. Вот. И мне один парень дал этот флайерочек, я его прошла, прочитала и выбросила. Олеся не могла и предположить, что это маленькое приглашение станет началом чудесного исцеления сына. У меня мама верующая, и вот она мне сказала, давай мы будем молиться, говорит, потому что единственная у нас теперь надежда только на Господа, только Он нам теперь сможет помочь. И тогда я уже действительно, я задумалась. И обратно же я вышла на улицу, и обратно же я получила этот флайерочек, и пришла домой, говорю маме, мама, я пойду. Я пойду и буду молиться, и я вот чувствую, что-то изменится у нас. В ближайшее воскресенье Олеся вместе с мужем и больным ребенком приехала на богослужение. Все служение я стояла, молилась, я просила Господа об исцелении, чтобы Он исцелил нашего сына. И вы знаете, когда я молилась, у меня в середине прошло какое-то тепло. Вот как будто бы я получила ответ на свое. И мужу тоже, вот говорит, мне тоже как будто бы вот что-то подсказало, что все у нас будет хорошо. Мы зашли в кабинет, положили нашего сынулю, начали водить по головке, у доктора было лицо, конечно, очень удивленное. Он водит по головке и говорит, там ничего нету, говорит. Я не пойму, говорит, что случилось, вы же месяц назад у нас были, вы не лекарства, ничего не принимали. Я говорю, нет, это, говорю, Господь нас исцелил. Редактор субтитров А.Семкин